Страдая различными болезнями и душевными, и телесными, будем призывать на помощь пресвитеров для помазания елеем, по слову Писания, а также блаженного Дамиана, угодившего Богу-целебника и пресвитера, подвязавшегося в Святом Печерском монастыре во время игуменства преподобного Феодосия. Этот достойный удивлений инок со всяким рвением, всякими добродетелями подражал житию преподобного отца и наставника своего Феодосия. Многие свидетельствуют о добром его житии, смирении и послушании. Он стяжал покорность ко всем, в особенности же жившие с ним в келье видели кротость его, воздержание от сна во всю ночь, прилежное чтение святых книг, частое вставание на молитву. И еще много рассказывали о нем, он был такой воздержанный постник, что кроме хлеба и воды ничего не ел до дня смерти своей. Потому он исподобился дара чудотворения от Господа, в особенности же дара данного древнему Дамиану, которого носил он имя, то есть дарование исцелений. Если кто приносил дитя, одержимое каким-либо недугом, или взрослый человек, страдавший какой-нибудь болезнью, приходил или бывал привозим в монастырь к преподобному Феодосию, Он повелевал преподобному Дамиану творить молитву над больным, и тот с покорностью и смирением, считая себя недостойным дара чудотворения, творил молитву над больным, помазывал его святым елеем, и благодатью Божией все получали исцеление и уходили здоровыми. Когда же блаженный Дамиан, пожив довольно лет богоугодно в иноческих трудах и показав к пользе душевные светлые дела, уже был достоин жизни вечной, тогда, достигнув конца этой временной жизни, впал в болезнь и, близкий к смерти, молился Богу со слезами. «Господь мой Иисус Христос, сподоби меня быть сообщником славы святых Твоих и с ними быть причастным к царствию Твоего. Не отлучи меня, молюсь Тебе, владыка, от отца и наставника моего, преподобного Феодосия, но с ним вместе причти меня к избранным в том сиянии, которое уготовал Ты праведным». Когда он молился так, внезапно предстал у Адраеву ангел в образе преподобного Феодосия, и, наклонившись к груди его и дав ему целование, сказал ему, «Господь послал меня известить Тебе, что то, о чем молишься Ты Господу, будет Тебе по Твоему прошению. Ты будешь причтен с Его святыми и водворишься с ними в Царствие Небесного Владыки. Когда же Господь Бог повелит Тебе приставиться от этой жизни и прийти к Себе, тогда мы не разлучимся друг от друга, но будем вместе в том свете». Сказав это, он стал невидимым для преподобного. Преподобный Дамиан понял, что это было явление ему от Бога, так как он не заметил, чтобы, говорившись с ним, вошел через двери или вышел через двери, но он стал невидимым на том месте, где явился. Поэтому немедленно он позвал келейника и послал его к преподобному Феодосию, прося его прийти к нему. Когда же святой пришел, блаженный Дамиан сказал ему с веселым лицом, «Отче, будет ли так, как ты обещал сегодня, явившись мне?» Преподобный, так как не знал об этом, ответил, «Не знаю, чадо, что я обещал тебе». Тогда открыл ему блаженный Дамиан, как он молился и как явился к нему некто с обещанием в образе преподобного. Услышав это, боговдохновенный Феодосий восхвалил Бога и, прослезясь, сказал блаженному, «Да, чадо, будет так, как он тебе обещал, ибо ангел Божий явился тебе в образе моем, а я, грешный, как могу обещать такую славу, которая уготована праведным?» Блаженный Дамиан, получив такое извещение, был в радости и в благой надежде. Собралась вся братья, он простился со всеми и в добром исповедании с миром придал душу свою в руки Господа ангелам, пришедшим за ним, и просветлел лицом, показывая, как радостно разлучение души с телом. Тогда преподобный Феодосий приказал ударить в било, чтобы собралась и прочие братья. «И с пением и великой честью погребли честное тело угодника Христова в пещере, в честь славимого в Троице Бога, который молитвами целителя Дамиана да сподобит нас быть общниками Царствия Своего, где нет болезни в бесконечные веки. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok